Тамара Сергеенко. Ольга, здравствуйте! Добрый день, Тамара! Если не бриллиант, то какая альтернатива ему среди бесцветных предпочтительно? Донбурит, сапфир, шпинель, берил, турмалин, фенокид, циркон. Хороший вопрос, интересный, Тамара, спасибо большое! Действительно, не только бриллиант у нас является бесцветным драгоценным камнем, то есть есть еще серия драгоценных камней, которые, скажем так, могут, если не соперничать, то спокойно стоять рядом. Я говорю про природные драгоценные камни, а не про имитацию в виде фианитов и так далее. То есть стекла, мы говорим про природные камни. Но прежде всего, конечно же, наверное, циркон и сапфир бесцветные. Почему? Потому что там тот же циркон, например, это драгоценный камень третьего порядка, но его особенность заключается в том, что, во-первых, он достаточно редок, он ценен, и многие, кстати, путают понятие циркон и понятие фианита, понятие цирконий. А все потому, что в ювелирных сетях продавцы, в силу того, что их так научили, они говорят на фианита, что это циркон или цирконий. В английском языке фианит означает кубик циркония. То есть все уверены, что циркон – это что-то такое, ну, имитация бриллиантов, синтетическое, понятное дело, но это совсем не природный камень. На самом деле все совсем не так. Раз уж мы затронули эту тему со словом циркон, поясню. В двух моментах кубик циркония на Западе так называют фианиты. Фианит – это синтетический материал, выращенный, да, для... Ну, он выращен был в технических целях, но на самом деле потом очень успешно стал использоваться в ювелирных целях, как имитация, синтетическая имитация для бриллианта. Так вот, часто в ювелирных сетях, помимо кубик циркония, помимо того, что это фианита, называют цирконий и циркон. Циркон – это вообще неправильное абсолютно значение, потому что циркон – это драгоценный камень, к фианитам он не имеет никакого отношения. Бывает он разных оттенков цвета, преимущественно такого красно-коричневой гаммы, вот, ну, оранжево-красно-коричневой гаммы. Есть голубые цирконы, которые отжигают, чтобы они были голубыми, потому что голубого циркона в природе не существует. Вот, и они называются старлеты. Вот, они одни из самых дорогих цирконов, несмотря на то, что отожженные. Ну, потому что цвет очень красивый и многим нравится, поэтому плюс еще не так часто они встречаются. Бесцветные цирконы тоже можно найти. У некоторых дилеров, не у всех, в основном они используются как обсыпка, да, то есть как замена бриллиантом. В случае, если вы хотите заказать какое-то кольцо, украшение, да, тогда могут использоваться либо цирконы природные бесцветные, либо бесцветные сапфиры. Второе их название – лейкосапфиры. Вот, и то, и другое интересно смотрится по стоимости, ну, скорее всего, это одно и то же по стоимости, примерно по ценовой планке, потому что суперогромного лейкосапфира или суперогромного бесцветного циркона вы вряд ли найдете, это редкость. То есть это нечасто встречается, потому что у него должны быть еще характеристики там той же частоты на высоком уровне, да, а это встретишь далеко не везде и не всегда. Вот, циркон выигрывает по сравнению с сапфиром в том, что у него есть свойство, ярко выраженное свойство двойного луча и преломления. Это выглядит, в каком смысле это выглядит, это предпочтительно для нас, да, как для потребителей. В том, что циркон сверкает ярче, чем бесцветный сапфир, связано это с задвоением ребер, и мы смотрим, он, у него ярче игра, ярче дисперсия. Вот, а у сапфира по сравнению с цирконом есть тоже преимущество в силу того, что у него твердость девятка, да, по шкале Маоса, то есть предпоследнее. Вот, это, конечно, в плане носки, да, в плане долговечности, сохранности камня, ну, более чуть-чуть, более выигрышный вариант, хотя у циркона тоже твердость немаленькая, да, то есть тоже нормальная. Вот, пожалуй, все из других вариантов, таких как бесцветный, например, донбурит, например, гашенит, это бесцветный берил, турмалины практически не встречаются, ну, я бы, фенокид, я бы выделила, наверное, все-таки фенокид отдельно, потому что у него очень хорошая твердость, он, по-моему, даже не обладает спайностью, способностью раскалываться, расщепляться в определенных направлениях, а это значит, что он долговечен в носке, да, вот, и игра у него хорошая, плюс он редкий и плюс является драгоценным камнем, поэтому, и, кстати, в России тоже, по-моему, встречается, вот, поэтому, если сравнивать донбурит, гашенит или фенокид, я бы выбрала все-таки фенокид как более ценный, это вот следующая ступенька, вот, бесцветная шпинель, если честно, я прям совсем бесцветной шпинели не видела лично, да, то есть я видела в бледно-персиковых оттенках, в бледно-розоватых оттенках, там, и так далее, да, то есть, ну, вот такого плана, но вот прям, чтобы она совсем бесцветная была, скажем так, я имею в виду на рынке, я не видела, да, то есть так-то она существует, это понятное дело, но история редкая, да, поэтому я не думаю, что вы ее встретите на раз-два у дилера. Кстати, вы задавались вопросом о том, что качественные драгоценные камни практически не найти в ювелирных магазинах. Остается буквально на удачу и свой страх и риск покупать украшения с ювелирными вставками. Потом уже терзаться вопросами о качестве этих вставок и их стоимости, да и вообще, не переплатили ли вы за это? Думаю, от подобных проблем нужно и можно избавиться раз и навсегда. Согласитесь, если овладеть базовыми гемологическими знаниями, то вам уже будет просто невозможно продать некачественный камень, не говоря уже о подделке. Более того, вы сможете открыть для себя совершенно новый мир великолепных, природных, драгоценных камней, которые не для всех, но которые уже точно не ускользнут от вашего экспертного взгляда. Именно такие базовые знания я предлагаю вам получить, пройдя мой авторский базовый курс по гемологии. Этот курс состоит из 29 лекций, продолжительностью от 40 минут до полутора часов. Курсу я даю в качестве бонуса все 12 записей вебинаров по цветным драгоценным камням. Каждая из них продолжительностью от полутора до трех часов. Вся информация проиллюстрирована. Я даю много сводной информации в таблицах, все термины и явления объясняю простым и понятным языком. Я прекрасно знаю, что за 5 минут нудной гемологии можно заснуть большим крепким сном. Если вам интересно, напишите мне на WhatsApp сейчас, и я дам вам всю подробную информацию о содержании курса и условиях его прохождения.